Всем привет! Сегодня 18 сентября, Московская область, и у нас уже был первый заморозг, поэтому убираю урожай моркови и свеклы. Эта грядка у меня 6 метровая, ширина ее 80 сантиметров, высевала два рядка моркови и один рядок свеклы. Еще у меня такая же грядка есть под морковью. Уже три года выращиваю такие сорта моркови, как волтекс и дардунь. Отличного качества корнеплоды. У меня подробный видео обзор на эти сорта есть на канале. Я оставлю ссылку, зайдите, посмотрите. Замечательная морковь. Очень нравится. И свеклу два года выращиваю кестрил гибрид. Тоже замечательного качества корнеплоды. Как видите, уже часть урожая нет. Уходила на еду просто и на разные виды закрутки. Морковь действительно хорошего качества. Я уже начала ее убирать. Есть и крупная, есть и помельче. Так как семена уже обработаны, я стараюсь с самого начала высевать на расстоянии, чтобы летом мне ее меньше прореживать. Вот в течение лета я ее проредила, наверное, раз или два. Это максимум. Все. Старайтесь сразу высевать и все будет хорошо. Сейчас еще покажу. Хорошая морковь. Сладкая, вкусная. И замечательная, самое главное, она хранится зимой. Храню морковь я в песке. В общем, буду убирать урожай. Храню морковь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом году, в принципе, неплохой урожай свеклы и моркови. Это с той грядки, которую я вам показывала на видео. Это с другой 6-метровой грядки. Я там тоже буквально высевала два рядка. Третий рядок это я высаживала роса до лука ксибишин. Вот как раз это сорт Дордония. Она такая тупоконечная, очень вкусная, хорошая морковь. Но в этом году почему-то край зазеленел, там где растет ботва. Я думаю, что это из-за жары. Обычно у Дордонии это зеленое пятно практически отсутствует. Очень вкусная морковь сорт. Попадается, конечно, такая корябая. Но она на хранение, конечно, не пойдет. Мы ее сейчас будем есть. Когда холодает, всегда делаем, очень часто делаем. Такой салат натираем на мелкой терке, майонез, чеснок. И он хорошо идет, когда уже холодает. Если у меня будет время и возможность, я, конечно, засниму, как мы ее храним в подвале. В начале видео я говорила, что у нас сегодня первый заморозок. Смотрите, как выглядят бархатцы. Очень хорошо. Их мороз только слегка затронул. Но они еще цветут. Выглядят очень красиво. Ну, что не скажешь о георгинах. Они, конечно, очень чувствительные. Вот шмель. Последний нектар пыльцу собирает. Или он тоже уже замерз. Это георгинки однолетние. Вот их уже нужно сегодня убирать. Здесь я готовлю грядку к следующему году. Это куриная подстилка. Все перекопается и застелится материалом, чтобы не росла трава. Теплицу перечную, огуречную я еще не мыла. Между прочим, заморозок был. А в теплице все отлично. Здесь все растет. Перцы острые, видите, я занесла. Два дня назад салат. В хорошем состоянии. То есть у меня здесь теплице очень тепло. Но у меня теплица стеклянная. Здесь она не продувается. Хорошо солнцем обогревается и так далее. Вот весь салат. Кинза. То есть здесь заморозка не было. Перцы зреют. Сейчас пройду. Огурцы я буквально два дня назад собрала. В целое ведро. Перцы. Это сорт Ромиру. Осталось дня 4-5 и все, и они будут все красные. Видите, оставила специально. Вот огурчики. Вот они. Собираю еще. Жалко. Но они уже все на издыхании. То есть теплица, все отлично. Морковь и свеклу я перебрала. Всю корявую. Где повреждена, допустим, морковная муха. Есть такие корнеплоды. Мелкую свеклу. Это сейчас все на потребление. Морковь отбираю на хранение только хорошую. Обязательно срезаю точку роста. Потому что морковь мы храним в подвале, в песке. Если не обрезать точку роста, то она буквально через 2-3 недели начинает прорастать. И будет одна ботва. То же самое я делаю и со свеклой. Убираю точку роста. Обязательно. Сейчас она буквально в течение пару часов обетрится. Здесь появится такой сизо-белый налет. Все. Она уже готова для того, чтобы мы ее спускали в подвал и закапывали в песок. Если будет не поздно и будет хороший свет в подвале, то я сниму. Постараюсь. 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 Постараюсь.